МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашем выпуске... Ядреная, натуральная, своя. В Чуваши уродилась горчица. Ты в танцах. В лагере березки открылась специализированная смена. Проезд питания, идентификация личности. В Чебоксарах с октября ведут единую карту учащегося. Строительство Чувашского кадетского корпуса на ежедневном контроле руководства Республики. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев проинспектировал ход работ и на объекте провел планерку с руководителями организаций, задействованных в подготовке к сдаче кадетского корпуса. Четыре блока кадетского корпуса. Везде, внутри и снаружи десятки рабочих. В двух блоках Б и Г готовность по 95%. В них располагаются учебные классы, столовая, актовый зал и библиотека. Блоки А и В готовы на 90%. Это спальный корпус и спортивные залы. Большинство рабочих заняты отделочными работами. Штукатуркой заняли, маляркой, покраской, шпаклевали. В конце августа уже надо сдавать, сказали нам. Стараемся. С 7 до 5 работаем. В данном помещении, вестибюле, я работаю один, подготавливаю покраски. Другие придут, красят, шлифуют вот эту сцену. В течение недели уже готовы будут. Я смотрю, работа очень сильно крипит. Впрочем, именно количество рабочих рук на стройке вызвало вопросы. Критика в адрес генерального подрядчика фирмы «Старка». Вот начальники все здесь, субподрядчики, генеральный подрядчик Андрей Свердонович, вы должны здесь находиться. Вот по той дорожной карте, которую мы обсуждали, которую мы скорректировали, вот вот, вчера нужно было работать, по всем данным, почти 300 человек. Работали около 90 человек. Три раза меньше людей. Касаясь, вот, мобилизации людей, вы ведете бизнес не первый день. Прошу, снять людей с разных строек, где у вас люди работают. И мобилизуйте столько людей, сколько вам здесь нужно, чтобы уложиться вот эту дорожную карту. Эта неделя должна стать самой напряженной и ответственной. Стройка вестись ударными темпами в 2-3 смены. Это требование главы республики ко всем подрядным организациям. У нас это 1 сентября. Мебель, конечно, параллельно уже начали завозить по готовности кабинетов. В пяти корпусах везде, как раз, завершение идет отделочных работ. Со стороны республики финансовые вопросы полностью решены. Выделено 75 миллионов на создание и благоустройство кадетского парка. Он станет украшением Новоюжного района. Уже 17, 18 и 19 августа в кадетской школе организуют субботник, на который приглашают чиновников, студентов, родителей будущих кадетов и неравнодушных горожан. Тему кадетского корпуса продолжили и на еженедельном совещании главы Чувашии с членами правительства республики, руководителями территориальных органов власти и городских округов. Спортивное ядро. Здесь, да, мы знаем, был случай. Это то место, где должна была находиться спортивная площадка. Поэтому здесь мы планируем отсечь данную площадь. Площадь от остальной территории для того, чтобы учебные занятия первые дни начались без этого места. А в аренду для кадетской школы берем спортивную площадку 35-й школы. К 25 августа вкрутить последнюю лампочку и к 1 сентября привести в порядок все помещения и территорию парка. Задача общая для всех – и строителей, и чиновников. Согласно закону ФАЗО-44 подрядчик выявил, финансирование в свое время проблем нет. Он под ключ должен сдать этот объект, и все. Понимаете, нет? Мы все должны радоваться и гордиться, что объект введен в эксплуатацию. Мы сейчас вручном управлении управляем все это дело, значит, и каждый день, каждый час, потому что объект стратегический для нас, потому что дети должны учиться. И в дальнейшем вот этих безобразий у нас, когда контракты подписываются, не должно быть. Строительство Чувашского кадетского корпуса на ежедневном контроле руководства республики. Ирина Волкова, Олеси Русакова, Борис Андреев, Республика. И о хлебе насущном. В республике продолжается уборка урожая. На сегодняшний день скошена треть площади зерновых и зернобобовых. Погода благоприятствует. После того, как с комбайна зерно выгружается в автомашину для перевозки, влажность зерна составляет 12-14%. Сушить не надо, отсортировать и на семена, и на продовольственное зерно, и на другие цели спокойно можно использовать. С точки зрения качества зерна погода была на стороне аграриев. Не было продолжительных проливных дождей. А вот на урожайности засушливое теплое лето сказалось не лучшим образом. В целом по стране урожайность зерновых и зернобобовых ниже прошлогоднего на 15-20%, отмечают эксперты. По сравнению с прошлым годом урожайность у нас практически на 5 пока. Чуть больше цитнеров с одного гектара. Пока идет меньше. В 9 муниципальных районах завершена уборка зимых зерновых культур. В целом по республике зимы осталось убрать в 33 хозяйствах. Снижение урожайности приведет в том числе и ко внутреннему росту цен на зерно. Речь о 20-30% считают аналитики. Однако хлеб для потребителей от этого существенно не подорожает. Зерно в буханке хлеба составляет от цены примерно 17-20%. Даже если зерно подорожает в два раза на цене буханки, это не отразится. Приводят слова вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута. РИА Новости. Зато горчица в этом году в республике уродилась. Эту культуру сейчас убирают в Красноармейском районе. Природно-климатические условия Чувашии для горчицы подходят идеально. Этой культуре не страшны ни засуха, ни переизбыток влаги. В агрофирме Таебинка предстоит убрать свыше 500 гектаров горчицы. Для этого в сельскохозяйственном предприятии приобрели специальный комбайн. И дополнительно к комбайну нашим хозяйствам была приобретена такая функция, как дополнительный оборудование – рапсовый стол. Этот рапсовый стол является дополнением к жатке. Он служит, удлиняет жатку. За счет этого при уборке горчицы она сыпется не на землю, а именно на этот рапсовый стол. Таким образом минимализирует потери. Большие объемы горчицы, выращенные в республике, принимает Канажский завод по производству соусов. Немецкие предприниматели совместно с Министерством сельского хозяйства Чувашии намерены создать селекционный центр. Здесь будут выводить элитные семена для аграриев. Около 12 тысяч тонн они готовы только экспортировать из нашей республики. Перед нами ставят задачу увеличивать экспорт. Если сегодня у нас экспорт 19 с лишним миллионов долларов, то мы по плану до 2024 года должны выйти на цифру 55 миллионов долларов. Поэтому мы тоже возлагаем надежду, что эта культура станет одной из основных сельскохозяйственных культур для экспорта. Влажность сегодня хорошая. В этом поле около 15 центнеров с гектара. Цена сегодня хорошая. Около 30 рублей. Даже больше руководители говорят, можно сегодня продать прогнозируемую цену. Договор на реализацию проекта с оператором единой карты, банком «Авангард», заключили еще в конце прошлого года. Но активная работа началась только этой весной. Разработали дизайн карты. Начался процесс их выдачи. В школах устанавливают специальное оборудование. Но есть ряд технических проблем. К примеру, мобильные приложения не соответствуют требованиям. Заказчик и исполнитель не определили тип турникетов. Еще одна – отсутствие общей электронной базы пользователей. Чтобы она была сведена в одно программное обеспечение, которое позволяло бы как родителям, так и учителям, и самим учащимся управлять всеми своими расходами через электронные системы. Пока я вот такой базы не увидел, но банк уверяет, что она есть. Вот мы полностью поверим. Запустить проект в столичных школах планируют к 1 октября. Глава столичной администрации Алексей Ладыков в этих сроках усомнился. Это универсальный продукт, по которому родители смогут видеть, что происходит с детьми. Куда они едут, где останавливаются, сколько тратят на это время. Ну и, соответственно, сколько тратят денежных средств на те или иные услуги. В прошлом году у нас определился инвестор по условиям конкурса – банк «Авангард». Вы докладываете, что будет 1 октября. Я очень надеюсь, что это действительно 1 октября будет реализовано и процесс запущен. На сегодняшний день, я считаю, что проект не реализуется из-за вины именно наших сотрудников. Алексей Ладыков поручил организовать рабочую группу и провести служебную проверку. В поселке Вурнуара открылся плавательный бассейн. Спортивный объект возвели в рекордные сроки за год. Новоселье отметили с размахом в день физкультурника. Перерезать красную ленту приехал и глава республики с подробностями Дмитрий Ковалев. Дав клятву повелителю воды, юные жители отправились покорять спортивные высоты. Для детей здесь оборудовали отдельную чашу. С начинающими пловцами будут заниматься тренеры. А это повод стать постоянными посетителями бассейна, отмечают ребята. Он очень глубокий, это плюс большой, чтобы плавать. Там портики очень удобные, ноги не скользят. Он еще очень красочный, красивый. Длина основной чаши бассейна 25 метров. Плавательных дорожек 6. Для жителей поселка здесь оборудовали душевые кабины и тренажерные залы. Бассейн – это для здоровья. А если здоровье, значит произведение труда больше. Хороший сон, аппетит. Нормальные отношения к семье. А это мозговой центр бассейна. Его работу отмечают подрядчики и обеспечивают современные системы. Воду здесь очищают автоматизированные установки при помощи озона. Такой метод помогает нейтрализовать вредные вещества. Мы, когда изучали опыт всех бассейнов, ездили в Москву, посетили центр синхронного плавания имени Давыдовой. И там сказали, что эта технология безупречная. Все в автоматическом режиме. Здесь не нужен постоянный контроль. Бассейн возведен на средства инвесторов. Это очередной проект завода смесевых препаратов, реализованный в поселке. Руководителю предприятия Михаил Игнатьев вручил медаль ордена за заслуги перед республикой. Но и предпринимателям необходимо оказывать поддержку. На утренней планерке глава региона поручил решить вопросы по строительству очистных сооружений в муниципалитете и ремонту подъездных путей в поселок. У нас таких предпринимателей на одной руке, вот можно посчитать. Вот их надо поддерживать. Вот они настоящие патриоты, настоящие герои. И работники рады, и жители Бурнара будут заниматься. Но с точки зрения реализации продукции, очень много регионов туда приезжает. Нам надо посмотреть по отдельным региональным дорогам. При везде Бурнара там все уже бросают и так далее. Включить эти объекты, коллеги, друзья. Глава республики уверен, что благодаря появлению бассейна количество приверженцев здорового образа жизни в районе увеличится. Но нет, тут взаимодействие этой коммерческой организации с органами местного самоуправления, это всегда было и будет. Потому что политика направлена на формирование здоровой личности, на формирование личности, чтобы он всегда был эффективным. Вот самая главная наша задача, чтобы дети научились плавать, чтобы у детей около водоема не было страха. Когда они плавают, они же уверены, и родители меньше переживают. Первые награды в новом бассейне разыграли среди работников завода. Здесь прошла корпоративная эстафета. Спортивный объект намерены включить в федеральный реестр. Это позволит проводить соревнования не только республиканского, но и всероссийского масштаба. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. А четвертая смена в детском оздоровительном лагере «Березка» сильно отличается от предыдущих. В конце прошлой недели туда съехались танцоры из разных регионов. А сегодня сам «Стар Данс Кэмп» 2018 открылся официально. В свежий воздух, веселье и, конечно, танцы в детском лагере «Березка» открылась танцевальная смена. За 21 день эти дети пытаются освоить разные танцевальные направления. А помогут им в этом именитые хореографы. Это бомбический лагерь. Он организован впервые в Чеварской республике. Здесь очень много тренеров из различных городов, которые готовы давать свои навыки, свое имение детям, чтобы дети впитывали их. Нам нужны были те, которые зажгут публику, те, которые смогут показать на высшем уровне достойный мастер-класс детишкам. А список тренеров довольно внушительный. 8 участников самого известного танцевального проекта страны и более 20 хореографов со всей России. И каждого из них отдыхающие ждут с нетерпением. Хочется пойти ко всем, потому что это колоссальный опыт и лучше пробовать все стили. Но хотелось бы к Даше ролик, к Ире Красной и ко всем. Я научусь чувствовать свое тело лучше, научусь понимать его, узнаю новые стили, буду в них развиваться и достигну чего-то нового. Республика Коми, Татарстан, Чувашия. В лагерь съехались юные танцоры из разных республик. Например, Ильдар Чеботарин приехал из Сыктывкара. Я хочу научиться танцевать во всех направлениях и увидеть всех хореографов. Но больше всего Ильдар ждет мастер-класс по брейк-дансу. Он, кстати, пройдет уже в эту среду. Юлия Важенина, Валерий Резуков, Республика. А вместо тополиного пуха чебоксарцы споют про пять причин. В День города на главной сцене столицы выступит Игорь Николаев. Такую информацию озвучили сегодня на еженедельном совещании в столичной администрации. Концерт российской звезды состоится в День города 19 августа в 21.00 на Красной площади. Таким стал первый рабочий день этой недели. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok